Свою историю Гомельская детячая больница отличилась с 15-го кроссовика 1920-го. Тогда она называлась. Пятое советское имя Ленина и находилось на улице Ветерной. Теперь это улица Гагарна. Непосредственно у этого будинка установка переехала в 1960-м. В середине 70-х до больницы забудовали еще один корпус. На тот час это была сучасная медицинская установка, которая в 1974 году представляла детячую систему охоты здоровья республики на выставе достигнению народной господарки Советского Союза. Але за минулый час шматчаго изменилось, от технологии оказания допомоги до потребований до медицинских обсталеваний. Реконструкция установки почалась в 2016-м. Детячие больницы передали некольких будинков, где ранее находились и иншие организации, а так само 2 гектара земли, на яких сегодня узводится 7-ми поверховый хирургичный комплекс. Негде дичина то, что выполнять все работы заплановано у 5 этапов на справе подрядчики, обещают завершить их практически одночасово до початка унипения этого года. По этой причине зараз работы на объекте не спыняются ни на хвилину. На объекте ведется работа круглосуточно, работает ежедневно более 500 человек. Работает у нас генподрядная организация, строительный трес номер 14 и 15 генподрядных организаций, в том числе и из города Минска есть работа. Заказчиком реконструкции областной дитячей больницы заявляется управление капитального будовницкого оборудования, которое контролюет весь ход работ. Администрация медицинской установы управлять на этот процесс не может, а ле сочи взаимоважливая постоянно в речи работать на этом объекте медикам, як чакается у саковиков у новый комплекс. Поставить сучасное медицинское обстановление. С кэтой нагодой у будинку продовлежены специально технологичные проемы. После сдачи объекта в эксплуатацию сюды переведуть усе отделения дитячей больницы, які покой знаходится у розных кутках у омеля. Это улучшает взаимодействие между службами, первое, и улучшает сам диагностический лечебный процесс. И концентрирует силы, и концентрирует, прежде всего, средства. То есть оборудование, оно будет в одном месте. Мы будем оснащены высокотехнологичным оборудованием, которого для детей сейчас нет. Допустим, магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, современное рентген-диагностическое, ультразвуковое оборудование, эндоскопическое оборудование будет приобретаться. Это все будет, вот этот центр клинический, детский, медицинский в одном месте. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомик».